На пожарной площади Твери открыли памятник пожарным и спасателям. Их ежедневную работу можно назвать подвигом. Ведь они по первому требованию вступают в неравную борьбу со стихией, техногенными катастрофами, уверенно действуя в ситуациях, когда счет идет на секунды. Возведенный монумент — это материальное спасибо от горожан для людей, кто дарит надежду и убежденность в том, что спасение есть даже в самых безвыходных ситуациях. Профессии пожарного и спасателя входят в число наиболее рискованных во всем мире. Работу при пожарах и ликвидации чрезвычайных ситуаций сравнивают с боевыми действиями. Им приходится работать в различной обстановке — днем и ночью, в сильные морозы и при высоких температурах, в задымленной и отравленной среде, на высотах и в подвалах, в условиях взрывов и стихийных бедствий. Каждый раз, рискуя своей жизнью, эти люди спасают других. Памятник героям МЧС — это своеобразный знак благодарности самоотверженным сотрудникам и ветеранам ведомства. Памятник украсит наш город, нашу область и станет символом благодарности пожарным и спасателям всей нашей страны и послужит, конечно же, патриотическому воспитанию нашей молодежи, которая сегодня здесь активно представлена. Мы очень благодарны всем нашим пожарным и спасателям, потому что, когда что-то происходит, и когда слышишь на улице звук сирен или видишь учащуюся пожарную машину, конечно, всегда любому нормальному человеку приходят мысли. Главное, чтобы они успели. Для Твери возведение памятника именно на этом месте — дань первой профессиональной пожарной части города, которая была создана здесь в прошлом веке. Кроме того, Верхневолжье отметилось еще одним передовым, под тем временем, решением в борьбе с пожарами. Тверская область всегда была центром общественных инициатив по развитию пожарного дела. В городе Осташкове, в Тверской губернии, в 1841 году была создана первая добровольная пожарная дружина. Преерственность — одна из ключевых идей отраженных скульпторов. Память текстанет не только символом памяти и достижения ветеранов пожарных страны МЧС России, но и стремлений следующих поколений. По композиции памятник не имеет аналогов в России и, безусловно, украсит дверь. Впрочем, внешний вид пожарного очень напоминает героев монумента огнеборцам Москвы, установленным в столице на улице Пречистинга в апреле 2018 года. Схожесть фактуры московских пожарных с тверскими огнеборцами неудивительна, ведь автор у памятников один — скульптор Евгений Тетерин, член Союза художников Москвы, старший преподаватель Московского художественного института имени Сурикова. Он поделился с нами, что в детстве пожарный надел на него свой защитный шлем, и это стало одним из самых ярких воспоминаний юного скульптора. Я вспомнил это ощущение детское, вот этого кокона, вот этого сберегательного какого-то колпака внутри. И я именно его хотел показать. То есть, когда вы посмотрите на памятник, это такой колокол, внутри которого есть жизнь, и все идет, весь центр композиции закручен вокруг кисти пожарного. То есть, руки пожарного, которые творят этот сберегающий кокон, который бережет всех нас. В сквере, где находится памятник, обустроены пешеходные дорожки, проведены работы по благоустройству и озеленению, установлены дополнительные освещения. Рядом расположена детская площадка, стилизованная под городок юного спасателя. Площадь у памятника станет местом проведения торжественных церемоний принятия присяги сотрудниками МЧС, честования ветеранов пожарной охраны и мероприятий патриотической направленности. Продолжение следует...